До главного исторического события не только Крыма, а всей страны остаются считанные минуты. Президент вместе с генподрядчиком и министром транспорта России знакомятся с работой диспетчеров в Едином Центре Управления Дорожным Движением. Все службы уже готовы к открытию транспортного перехода, возвышающимся на 35 метров над Черным морем. И вот Владимир Путин уже на автоподходе к мосту со стороны Тамани. Здесь организовалась колонна строительной техники. Путин, как и обещал, сам садится за руль. Только едет не на легковой машине, а на грузовике, который возглавляет автоколонну. Пока проезд закрыт. Запрет сменяется разрешительным предложением в добрый путь. Зарычали моторы. Путин, как в свое время Юрий Гагарин, произносит не менее историческое «поехали». Колонна строительной техники направляется из Краснодарского края в Крым. По ту сторону моста президента уже ждут виновники торжества, мостостроители и гости открытия. Сейчас мы едем с вами по участку, так называемому коса. И вот мы плавно сейчас перейдем на участок, который называется протока. Коса это? Коса Кузлинская. Кузлинская, Кузлинская. То есть под нами земля? Земля, да. Под нами сейчас земля. И здесь мы использовали схему неразвестных пролетных строений по четыре пролета в плеть. Поэтому здесь редкие. 19 километров – самый протяженный мост в Европе. Позади президент выходит на сцену поздравить всех, кто опередил сроки, кто 27 месяцев трудился над возведением уникальной инженерной конструкции. Я искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое. Белгород, Краснодар, Нижний Новгород, Керчь и Севастополь. Над головами строители подняли таблички с названиями городов, откуда прибыли осуществлять мечту. Отныне Крым для России не остров, а полуостров. Завтра в 5.30 утра запустят движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. Каждый автолюбитель сможет оценить качество этого инфраструктурного объекта. Совсем скоро, осенью, по мосту проедут первые грузовики, а к концу следующего года Строители планируют завершить железнодорожную часть. Кто знает, возможно, благодаря ударному труду моста отрядов и поезда поедут раньше запланированного срока. Анастасия Донская, Служба новостей и ТВ, Керченский пролив.